Продолжается серия выездных мероприятий «Чистый четверг». Заместитель руководителя администрации района Андрей Баранов проинспектировал ход дорожных работ. В настоящее время идет ремонт на улице Октябрьская. Установка бордюрного камня практически завершена. Дорожное полотно подготовлено к укладке асфальта. В районе второй школы работы уже в активной фазе. Также на улице Октябрьская отремонтируют тротуары. На улице Калинина сейчас демонтируют бордюры. На очереди также замена дорожного полотна и тротуаров. Капитальный ремонт дороги проходит на улице Маркина в микрорайоне Лопатинский. Выполнено фрезерование. В настоящий момент ведется установка нового бордюрного камня. В дальнейшем, соответственно, будет выполнен ремонт асфальтового покрытия. Все работы мы планируем закончить до конца сентября месяца. На данный момент подрядная организация находится в графике выполнения работ. Всего 13 объектов дорожной инфраструктуры будут отремонтированы до конца сентября. Благоустройство двора между домами 10 и 12 по улице Монтажная и 14-16 по улице Белинского добиваются его жители. Это же не нормально. Парковочное место такое не должно быть. Правильно. Парковка должна быть нормального размера, чтобы машина могла... В принципе, парковка ничего нужна, чтобы нормально машина подъехала, нормально встала, да, человек вышел чистыми ногами, дошел до дома. Ну, как бы, если мы о блоке устройства говорим. Согласен. Парковочных мест не хватает катастрофически. При этом визуально пространство есть. Где-то необходимо будет спилить старые деревья, где-то демонтировать пережитки советского прошлого, уличные сушилки для белья. Единственная трудность – наличие коммуникаций различного рода. Посмотрим, где у нас какие инженерные коммуникации проходят, подготовим эскиз благоустройства территории, встретимся с вами, с инициативной группой. Конечно, чем больше будет граждан на обсуждении, тем лучше. И, соответственно, если вам понравится тот эскиз, который мы предложили, мы возьмем его за основу. Если вы дадите какие-то встречные предложения, и они будут конструктивные, и большинство жителей также согласится с этим, мы возьмем в работу на следующий год. Также жители жалуются на сквозной проезд через двор, но, возможно, уже в следующем году удастся решить и эту проблему. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости Искровакт.